В многоквартирном доме номер 63-Б на улице Минской в Иванове произошел взрыв бытового газа. Первое сообщение об обрушении здания поступило в 4.15 утра в Центр управления в кризисных ситуациях. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже через три минуты. 22 человека проживало на момент чрезвычайной ситуации в данном доме. 13 человек было эвакуированы. 9 человек было извлечены из-под завалов. 5 из них, к сожалению, погибли, в том числе и один ребенок. 4 человека госпитализированы в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. Часть дома буквально осыпалась вместе с крышей. Полностью разрушены 4 квартиры. В 10 утра сотрудники Ивановского МЧС отчитались о завершении поисковых работ. Разбор завалов планируют закончить к вечеру воскресенья. Мы достаточно плотную работу провели и с населением, проживавшим в этом доме, совместно с органами управления Министерства внутренних дел. На настоящий момент мы готовы констатировать, что всех пострадавших мы извлекли. После записи этого интервью уже около часа дня появилось сообщение о шестом погибшем. Его тело извлекли из-под завалов. Жители соседних построек признаются, все коммуникации здесь очень старые. Во всех домовладениях индивидуальные газовые котлы. У кого-то они заменены, у кого-то нет. Жили, как на пороховой бочке. В 4 утра я услышала хлопок, выглянула в окно и увидела, что подъезжает скорая, пожарные МЧС, сказали, что дом взорвался, полдома. Мы все напуганы, мы все в шоке. У всех детей, у всех семей. Как бы не хотелось бы такого повторения. И хочется, скорее, чтобы наше правительство что-то решило с такими домами. Но потому что, честно, страшно. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса. Выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Анализ первоначальной ситуации и первоначальные следственные действия дают на данный момент следствию полагать и рассматривать в качестве приоритетной версии утечку бытового газа. В настоящее время следователями Следственного комитета производится осмотр места происшествия, а также производится допрос очевидцев произошедшего. Двух пострадавших администрация города разместила в пунктах временного пребывания, где их обеспечат всем необходимым. Остальные приняли решение остаться у родственников. Стоит отметить, за последнее время из трех громких случаев взрывов бытового газа в стране два произошли в Ивановской области. Мария Смирнова, Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.